Добрый вечер! Вы смотрите новости в студии Анастасия Борисова. И вот главные темы к этому часу. Прокурором Алтайского края назначен Антон Герман. Сегодня в региональном надзорном ведомстве прошла пресс-конференция с участием заместителя генерального прокурора Российской Федерации, Демешина Дмитрия и губернатора Виктора Томенко. Подробности в выпуске. Стратегия цифровой трансформации региона уже разработана и проходит этап согласований. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь на онлайн-пресс-конференции. Молодые специалисты из села Кулунда после получения средне-специального и высшего образования все чаще возвращаются на родину. В чем причина, расскажем далее. Прокурором Алтайского края назначен Антон Герман. Ранее он работал в органах прокуратуры Омской и Сахалинской областей, а также Приморского края. За примерное исполнение служебных обязанностей Антону Герману присвоен классный чин старший советник юстиции. Сегодня в прокуратуре Алтайского края прошла пресс-конференция с участием заместителя генерального прокурора Российской Федерации Демешина Дмитрия и губернатора Виктора Томенко. Новому прокурору пожелали успехов и эффективной реализации поставленных президентом задач, среди которых надзор за реализацией национальных проектов, за обеспечением жильем сирот и за переселением людей из аварийного жилья. Геннадзорное соблюдение прав граждан на охрану здоровья, качественную и доступную медицинскую помощь, безусловно, в условиях продолжающейся пандемии, носит особое значение. И, конечно, надо детально вникать в вопросы вакцинации населения края от коронавирусной эффекции. При этом, при всем, не забывая и льготное лекарственное обеспечение граждан. Стратегия цифровой трансформации региона уже разработана и проходит этап согласований. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь на онлайн-пресс-конференции. У нас готовы все документы для того, чтобы этот стратегический документ внести в повестку дня августовской сессии Алтайского краевого законодательного собрания. Этот документ стратегического развития был согласован с Минэкономразвития Российской Федерации. Соответственно, Министерство экономического развития провело соответствующие консультации и согласования со всеми федеральными органами власти. Также Виталий Снесарь отметил, что инициатива по вопросу перехода некоторых региональных структурно-электронный формат работы до сих пор сталкивается с некоторыми трудностями. Сейчас важный вопрос – это приобретение соответствующих компетенций служащими. И продолжаем выпуск. Молодые специалисты из села Кулунда после получения среднеспециального и высшего образования все чаще возвращаются на родину. В чем причина, расскажем в нашем сюжете. Жительница Кулундинского района Евгения Шаповалова в прошлом году закончила Славгородский педагогический колледж и вернулась в родное село, чтобы работать воспитателем в детском саду. Причину своего решения объясняет просто – любовь к детям. Очень интересно с ними, занимательно, увлекательно. Самое главное – нравится то, что воспитатель, как никто другой, возвращается с детьми в мир детства. Также становится ребенком, также все это переживает из-за, все эти моменты детские. Сейчас в детском саду работают всего два молодых специалиста. И за каждым из них закреплен наставник. Мы рады, когда пополняются наши коллективы молодыми творческими педагогами. Мы рады, когда они растут на наших глазах, когда они набираются опыта. И мы всячески способствуем их развитию в нашей профессии. В городской администрации рассказывают, молодым специалистам, которые закончили образовательное учреждение с отличием, полагаются выплаты в размере 50% от заработной платы. Им выплачиваются подъемные в размере 50 тысяч. Также предоставляется частичная компенсация аренды жилого помещения. И первые три года доплата, как ладу, 30% первый год, 20% второй год и 10% третий год. Всего в Кулундинский район после получения образования за последние три года прибыли 12 педагогов. Местные власти планируют и дальше поддерживать молодых специалистов. Причем не только стимулирующими выплатами, но и делать все для их комфортного проживания в селе. Софья Житина, Алина Пенегина, Денис Кузьменко. Новости. Малое количество осадков в весенне-летний период – настоящий вызов для растеневодческих хозяйств Алтайского края. Особенно остро это ощущается в степной зоне. Но аграрии не унывают. О работе и социальной ответственности сельхозпредприятий Кулундинского района в материале Глеба Полянского. В Кулундинском районе засушливый степной климат, поэтому высокой урожайности добиться здесь трудно. Если в восточных районах края нормой считается собирать 30-40 центнеров с гектара, то здесь рады и 15-ти. В хозяйстве Смирненькое более 20 тысяч гектаров посевной площади. Несмотря на современные тенденции к выращиванию технических культур, в Кулундинском районе ставку делают на их сбалансированный подбор. Зерновые культуры здесь у нас входят пшеница, ячмень, овес, гречиха, проса, горох. Технический подсолнечник. Кормовые мы выращиваем многолетние травы. Овес на сенаж, овес на зеленый корм, то есть на сено. Многолетние травы уходят на сено и частично уходят на зеленый корм. Также возделываем озимые культуры, это рожь, которая используется и на зерно, и в весенний период на подкормку для скотоводства. К испытаниям со стороны природы местные жители привыкли давно. Но засуха два года подряд – это серьёзный вызов даже для опытных аграриев. Озимую рожь в середине июля уже будут убирать, но колосья ещё не успели достичь необходимой спелости. А вот оно, последствия нашей засухи, то, что конец зернышка, во-первых, мельче, во-вторых, он пустой. Да, 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 он полупустой. Вот он. Две трети налито, вот это пустое. То есть поздние осадки. Были бы они на неделю раньше, не 20-го, а хотя бы 15-го, 10-го, когда было светение зерна, он был бы полный. Несмотря на относительно низкую урожайность, засуху и другие проблемы, хозяйство Смирненькое не забывает о социальной ответственности и находит на это средства. За несколько лет в селе по разным госпрограммам обустроили зону отдыха, спортивную площадку и отреставрировали памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Во всех случаях средства удалось получить благодаря софинансированию сельхозпредприятия. Для работников на средства хозяйства строят и капитально ремонтируют дома. Потому и едут в село специалисты. Едут люди молодые, с семьями, с детьми. Поэтому вечером, в любое время, если едешь по селу, очень много детей, которые играют в футбол, качаются на качелях, на роликах. Поэтому село живёт. Конечно же, это большой вклад аграрного предприятия и его руководителя. Крупнейшее в районе животноводческое хозяйство – Миробилицкое. Его поголовье достигает 2500 животных. Развивают как молочное, так и мясное направление. Часть стада крупного рогатого скота представлена красной степной породой, часть – гирефордами. После экономического кризиса 90-х здесь всё пришло в упадок. Но с приходом нового гендиректора Виктора Фишера в хозяйстве началась новая жизнь. Сегодня для эффективного производства здесь созданы все условия. Построены доильные залы с аппаратами машинного доения и ёмкостями для охлаждения молока. А прямо вот у нас спаренные фермы, вот две. И мы между ними из подсобных помещений сделали два доильных зала. И вот с одной стороны доят 150 коров, и с другой стороны 150. Ну и в прошлом году мы, можно сказать, в 2020 году построили ещё одно помещение. Ну вот оно рядом здесь находится. Новое помещение, доильный зал оборудовали. И там тоже поставили две группы коров. Как и для других животноводческих хозяйств, для Мирбелицкого вопрос заготовки кормов в приоритете. Для этого используют любую возможность. Если вот нормальный год, средний год, урожайность сена доходила до 30 центнеров с гектара, то в этом году вот мы с 500 гектар по 30 центнеров взяли. По 30 центнеров. Это, конечно, очень мало. Ну, продолжаем работать. Сейчас вот косим вокруг озера, после этого позеленело. Вот трава такая, грязучка есть. Вот её сейчас косим. В хозяйстве работают около 100 человек. Среди них немало ветеранов и передовиков отрасли. Оператор машинного даяния коров Любовь Зекрат за свой многолетний труд и высокие показатели удостоена губернаторской премии «За верность профессии» имени Евдокии Бабич и Анны Дробот. Дойка начинается полшестого утра. За раз надо подоить до 80 коров. Но для опытного работника это вполне рядовые повседневные задачи. Условия у нас хорошие. На зимнике у нас там есть душевые кабинки, тёплые туалеты. В общем, всё для условий есть работать. А то, что вставать рано – это не проблема. Можете привыкнуть к деревне вставать с детства в 5 утра. Аграрии Кулундинского района на своём примере доказывают – бизнес в сельском хозяйстве может быть успешным и социально ориентированным даже в условиях скудных урожаев и сухого степного климата. Важен профессионализм, правильный подбор сельхозкультур и любовь к своему делу. Остальное приложится. Глеб Поленский, Алексей Михайлов. Новости. И продолжаем. За три месяца работы на асфальтобетонном заводе в селе Кулунда изготовили 16 тысяч тонн дорожной смеси. Асфальтобетонная установка начала свою работу в мае этого года. Предназначена для строительства дорог на территории всего района. Материалы поступают на завод с железнодорожным транспортом. Качество асфальтобетона тестируют в лаборатории. В лаборатории проводим испытания материала, входной, операционной контроли все. И потом готовую смесь здесь же испытываем. Получается, вот у нас шесть бункеров. Для производства любой смеси мы можем сегодня готовить. Шесть материалов одновременно может использоваться. На сегодняшний момент по подборам у нас было четыре. На четырех материалах работали. Два у нас пески от севы дробления и два вида щебня. Асфальтобетонный завод появился на территории района в декабре прошлого года. На его приобретение и установку из краевого бюджета было выделено 120 миллионов рублей. И продолжаем выпуск. В музее Кулунды создано несколько экспозиций, посвященных сельскому быту, эпохе становления советской власти, подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны и другим темам. Скоро в музее подготовят выставку предметов быта и традиционных костюмов кочевых народов. Спинка казахской кровати – Тосек, Тосекагаш. Наш Кулунгинский район – это район приграничный, граничит с Республикой Казахстан. Множество экспонатов в музее у нас находятся, присутствуют. И это один из редких экспонатов, достаточно интересный. Спинка инхрустирована костью с латунными клепками. Интересная форма этой спинки облегчала переезд с одной стоянки на другую. В конце июля откроется и экспозиция уставной формы, фотографии и материалов, связанных с историей пограничной службы. По крупицам работники музея собирают коллекцию, интересную не только школьникам, но и взрослым посетителям. Здесь представлены археологические находки. Например, зуб мамонта, часть челюсти шерстистого носорога и другие артефакты. НИИ Лисовенко сегодняшнего дня приглашают всех желающих на сбор смородины. Плоды насыщены витамином С. Его содержание в пять раз больше, чем в лимоне. На территории представлены три вида – белое, красное и черное. Стоимость одного килограмма смородины – 200 рублей. Участок находится на 26-м километре из Мейногорского тракта. Ежедневно с 7 до 12 часов с остановки конюхи будет организована транспортировка до плантации. Добраться до остановки можно на автобусе 118 маршрута. Здесь собрано достаточно большое количество сортов, практически всей основной селекции нашего института. Некоторые сорта отличаются по степени зрелости, потому что есть более ранние спелые, есть поздние спелые. Но плантация будет открыта в течение, можно сказать, дней 10-15. Это точно пока люди будут идти на сбор. Плантация будет открыта. Фолклорный ансамбль «Верия» известен далеко за пределами Кулундинского района. Участники изучают и показывают зрителям красоту русского народного творчества. Подробности в нашем сюжете. Детский фольклорный коллектив «Верия» вот уже 16 лет показывает жителям Алтайского края и ближнего зарубежья красоту русской песни. Также участники изучают особенности народной одежды, сказок, кухни и праздников. Занимаются в коллективе школьники младшего и среднего возрастов. Разный возраст учеников, разная у них программа, репертуар. И год от года программа усложняется. Мы изучаем с ними народные песни, бытовые танцы, театр. Очень любят ребята разыгрывать петрушку. А как же подарки, кольца, украшения всякие? Чего-то я ничего не понял. Какие подарки? Девочки, женщины, бабушки, нам подарки нужны. Песни мы разучиваем с этнографических записей, которые уже были сделаны ранее в фольклорных экспедициях, фольклористами известными. Воспитанники ансамбля выступают на различных фестивалях и концертах. Доброй традицией стало ежегодное участие в празднике День России на Березовой Катуни. Также повышает уровень мастерства на фольклорных сменах детских центров «Артек» и «Океан». На самом деле это очень хорошая возможность для всех нас, не только для меня, потому что это новые знакомства, новые встречи. Все желающие, именно дети с первого по восьмой классы, могут стать частью коллектива «Верия». Для этого необходимо успешно сдать вступительные испытания в Кулундинскую детскую школу искусств. Алина Пенигина, Денис Кузьменко, Новости. И на этом все. Увидимся в 20.30.